МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Федерации грибного спорта Крыма, Сергей Александрович, Тамара Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Сергей Александрович, Тамара Владимировна, ну что, несмотря на то, что как бы вот обывателю может со стороны показаться, что грибной спорт – это экзотическое направление развития спортивных видов деятельности и в России, и в Крыму. По факту у грибного спорта и в России, и в Крыму большая история и великие традиции. Так ли это? Тамара Владимировна, Сергей Александрович, кто начнет? Я, наверное, имею какое-то сегодня отношение прямое, хотя по статусу он повыше. Но ближе сидите вы, Тамара Владимировна. Я в теме уже. Мы как общественная организация Федерации грибного спорта Республики Крым прошли регистрацию 29 апреля 2015 года. То есть завтра будет ровно год. Мы можем годовщину праздновать. Что мы будем делать там с детьми? И в мае были приняты Федерацию грибного спорта Российской Федерации. То есть мы представились и получили документы. Для чего я согласилась? Я вообще, конечно, человек не спортивный, но согласилась, когда ко мне пришли с просьбой, потому что у меня мама жила в САКах, где-то база. И когда пришли и сказали, что у нас очень плохо, что ничего нет, соответственно, я думала, что вот я приду и куплю несколько лодок. Ну, материальная база у меня была. Потому что я... Но это ваши личные деньги. Да, это я строитель железных дорог. Маленькое предприятие у меня есть официально. Ремпуть называется. И я единственный учредитель, хозяйка этого предприятия. Вот я сегодня все дела бросила в Москве и приехала сюда. Потому что первое, что меня, ну, скажем, затащило в 66 лет сюда, это дети, которые любят вид спорта. Это их глаза. И которыми серьезно, в общем-то, никто не занимается. Потому что я считаю, политика сегодня приходит, она уходит. Погода приходит и уходит. А дети-то остаются. И они растут. Они не сидят на одном месте. Сергей Александрович, ну вот разговор о детях мы продолжим. А вот Сергею Александровичу вопрос. Вот судя по тому, что Тамара Владимировна уже сказала, ну, гордиться есть чем. Министерство спорта Республики Крым гордится. Гордиться. Представителями этого вида спорта здесь. Ну вот в этом году на первенстве России среди юношей, девушек до 17 лет, наша команда, четверка, заняла второе место. Кроме этого, я могу сказать, что у нас культивируется этот вид спорта в двух детско-минжеских спортивных школах. Это детско-минжеская спортивная школа номер один Министерства спорта и в городе Саки. В этих школах занимается 98 человек, если быть конкретно. Шесть тренеров у нас работают по этому виду спорта. Но речь идет только о Саках, либо другие города, Крыма, населенные пункты тоже принимают участие? Ну, принимают. Вот пока, как говорится, канал работал у нас в Северокрымске, у нас было отделение и в Джанкое, и в Нижнегорском районе. Там непосредственно проводились занятия. Но сейчас, к сожалению, воды нету, а без воды, как говорится, некак проводить тренировочный процесс. Тамара Владимировна, вот Сергей Александрович, опять же, говоря о том, что гордиться есть чем, возвращается, по существу, к тому, о чем говорили вы, к детям. Дети – это будущее спорта или это уже настоящее этого самого спорта? Это сегодня настоящие, реально они есть. Вот от таких вот возрастных до взрослых ребят. А там возрастные категории какие? О каких возрастах речь? Вы знаете, даже до шкалята ходят смотреть и пытаются. Но уже со второго, третьего, четвертого класса мы сегодня разместили в школах, вот концепты. Получили четыре тренажера концепта. Вот я добилась этого за год. Это вы все о САКах продолжаете говорить? Или это другие города? О САКах, только о САКах. А почему о САКах, я вам сейчас скажу. Вы знаете, почему именно на САКе? И именно на САКе я, скажем так, направила внимание и Министерство спорта России, и Федерацию грибного спорта России, потому что, прежде всего, в России очень много мест, где есть грибные каналы, озера. Может, и красивее, чем здесь. Но нигде нет вот такой воды, скажем, как именно в САКах, которая круглый год не замерзает. Не замерзает. Даже в Крыму нет. То есть на Тайгане, Тайган, да, это вот, Белозерская. Белогорская. Белогорская. Там мерзнет, замерзает на два месяца. Потом в Керчи замерзало. Здесь у вас замерзало. Там не замерзает. Там после 20, минус 20, 23, на неделю, на полторы недели. То есть круглый год практически база. Эта база, ну, я вот как представляю, эта база сегодня, вот в течение двух-трех лет, мы можем достичь вот вершины российской базы, не только крымской, российской, общероссийской, когда все будут к нам приезжать, именно в САКе. Конечно, надо обустроить это все. Но вообще-то мои мысли, я замахиваюсь на международную грибную базу. Вот там есть место. Сергей Александрович, Тамара Владимировна замахивается на международный уровень, А между тем, да, есть чем заняться. Чем заняться министерству? Что может сделать государство для того, чтобы оказать содействие спортивной общественности в деле развития грибного спорта в Крыму? Ну, в первую очередь, министерством финансируются мероприятия, которые включены в единый календарный план. Это вот те состязания, о которых вы уже говорили. Да, это чемпионаты первенства республики Крым. Также в этом году приняли наши грибцы на соревнованиях в Ростове проходили. Это вот крымчане ездили на материю? Крымчане, да. Они за год участвуют во всех соревнованиях, которые в России. Мои грибцы. Это мы? Да, это вы. Это вы. То есть финансирование идет где-то, как получается, с кармана, с моего вот, ну, есть просто общероссийская федерация грибного спорта, а есть ассоциация богатейшей структуры. Есть и федерация бедная, это правда, то ассоциация и председатель попечительского совета федерации грибного спорта у нас сегодня министр юстиции, господин Коновалов. Министр юстиции Российской Федерации. Да, Российская Федерация, понятно, не Крыма. Сергей Александрович, вот прежде чем мы вернемся к разговору о поддержке спорта за счет инициативы частной гражданской, за счет средств частных, опять же, вам, как заведующему отделу развития культуры физической, да, ну и спортивно-массовой работы, вопрос. У нас гребля, вот то, что мы называем гребным спортом, в Крыму людьми вообще востребована? Почему? Потому что, когда мы говорим о том, что спорт или плохо развивается, или развивается недостаточными темпами, это может быть зачастую связано с тем, что люди просто не очень хотят заниматься греблей, а нет спроса, да, вот нет и предложения, соответственно. В Крыму спорт есть? Вы все-таки спортивный функционер, который непосредственно руку на пульсе настроений общественных держите. Греблю в Крыму любят? Греблю уважают? Ну, я скажу, что, конечно, уважают. Тем более, у нас сам Крым расположен к водным видам спорта. У нас видные спорты, как говорится, должны быть приоритетными, я считаю, развиваться, показывать достижения. Тем более, вот сейчас последний парусный спорт у нас поднялся. Сейчас-то надо поднимать грибной спорт. Ну, парусный спорт – это море, а грибной спорт – это, прежде всего, водоемы. У нас, как говорится, нет канала. У нас сейчас, кстати, есть возможность, хотят начинать занятия проводить на водохранилище. Водохранилище заполнено в Симферополе, да. В Симферопольском море, как его называют. Как мы его называем. В Симферопольском море, да. Ну, то же самое в Саках, это озеро. Если можно говорить, то, что дети от 5 до 16 лет – это большая часть занимающихся, которые хотят познавать навыки и развивать этот вид спорта. Тамара Владимировна, ну, наверное, последний вопрос, потому что всего одна минутка осталась. Вот, кроме вас, кто еще источник доходов у федерации? Деньги, гранты, пожертвования? Для развития массовости нашего вида спорта мы приняли участие в программе Олимпийского комитета России. Олимпийская страна. Вы знаете, это президентская программа. Эта программа направлена на максимальное привлечение школьников и студентов к занятиям физической культуры и спорта. И это единственная мотивация к ведению здорового образа жизни. Эту мысль в своих выступлениях неоднократно подчеркивает наш президент Владимир Владимирович Путин. Пока удалось получить вот эти вот четыре тренажера концепта для грибцов от Ассоциации грибного спорта. То есть это деньги от гранта? Это нет. От гранта мы должны получить 3 миллиона почти денег. Из тех, которые мы подали, 11 миллионов 800. На что тратить собираетесь, Тамара Владимировна? Так у нас расписано на гранты. Но нам не могут дать. Сказали, что какие-то форс-мажоры с банком олимпийским случилось. И нам только дадут ту дельту, которую может дать Олимпийский комитет. То есть 3 миллиона мы будем получать. Мы будем надеяться на то, что все деньги скоро получите. Придент Олимпийского совета Михайлов это знает. Они нас уже поздравляли. Испытания закаляют спортивный дух. Тамара Владимировна. В этом году в городе Саки запланировано провести чемпионат России. Это очень важный момент в Крыму по академической гребле. Исходя из этого мы крымчане должны быть готовы к приему грибцов со всей России. Это ответственное мероприятие, но почетное. Нам надо достойно провести это соревнование. И мы надеемся на содействие правительства Республики Крым в проведении чемпионата и поддержку всех крымчан, любителей грибного спорта. И после условий я хочу сказать, если бы вы знали, Мутко точно знает. Единственное сегодня грибцы вместе с родителями забросали президента и Мутко письмами это сахчане. Они просто уже когда говорят Саки их трясет. Тамара Владимировна, после ваших горячих реплик любителей грибного спорта в Крыму точно стало в разы больше. Спасибо большое вам за то, что нашли возможность приехать в Симферополь в студию, ответить на вопросы. Сергей Александрович, вам тоже спасибо. Всех благ. Удачи в работе вашей спайки спортивной. Сереженька, я очень бы хотела надеяться, потому что я человек не публичный. Вы же понимаете, по трассе только хожу. И я бы хотела действительно, чтобы сейчас нас, надеюсь, это правда не вырежут, Владимир Владимирович, чтобы услышал. И чтобы нашим детям было бы хоть чуть-чуть какое-то облегчение. Я не говорю, я не претендую, как вот бедный родственник, что вот Крым мы присоединили. Нет. Или вернули. Я просто знаю, что здесь в первую очередь надо помочь нашему региону. Я поэтому подписалась под это. Это очень... Вы не представляете, оставляя свою работу основную, я там тропинку сделала в Олимпийский комитет, я сделала тропинку в спорт, в ФГ. Они меня все знают. Все знают, как будто мне делать нечего, я дохожу. Я терроризирую всех спортсменов этих известных. Я добралась до тренера, главного тренера Олимпийского комитета по грибному спорту, в Верлину. И я говорю, будешь менять технику только в Крым, только в Крым, потому что я умоляю тебя в Крым. То ли еще будет Тамара Владимировна. Спасибо всем. Удачи в работе, всех благ. Мы не прощаемся с вами. Нашим детям нужно особое внимание, Сереженька. Вот я мое мнение.